Здравствуйте! Меня зовут Калинина Наталья Юрьевна. Сегодня мы с вами ознакомимся с лекцией, которая будет посвящена дифференциальному диагнозу геморрагического синдрома. Что такое геморрагический синдром? Что такое геморрагические диатезы? Сейчас я вам представлю, потому что это очень важная и актуальная тема изучения раздела гематологии, потому что с геморрагическим синдромом сталкиваются сотрудники всех, наверное, больниц. Это и терапевты, и акушер-гинекологи, и хирурги, и многие-многие другие. Что же из себя представляют геморрагические диатезы? Это группа заболеваний, которая характеризуется повышенной склонностью организма к кровотечениям и кровоизлияниям. То есть, если, допустим, вы затрудняетесь определить причину кровотечения, например, при остром лейкозе, пока еще не знаете, что это за диагноз, то тогда мы можем указать в направительном диагнозе геморрагический диатез. Что же такое геморрагический синдром? Это вид нарушения гемостаза, который проявляется совокупностью симптомов, связанных со склонностью кровоточивости. Геморрагические диатезы могут возникать как самостоятельные заболевания, а также развиваться при других различных заболеваниях. Тогда говорят о вторичных геморрагических диатезах. Кроме того, различают врожденный или наследственный геморрагический диатез. Он характеризуется тем, что развивается у детей и сопровождает человека на протяжении всей жизни. Например, речь идет о таком заболевании, как гемофилия. И приобретенные геморрагические диатезы, они встречаются как у детей, так и взрослых и являются проявлением каких-то других заболеваний системы крови и связаны могут быть как со свертывающей системой, так и состоянием сосудистой стенки. Чтобы понятно, можно привести такой пример, как, например, геморрагический синдром у больных с острым лейкозом. Вот смотрите, всегда стараюсь показать в начале лекции несколько фотографий, чтобы вам было понятно. Вот смотрите, вот это проявление геморрагического синдрома. Вот это тоже, да, проявление геморрагического синдрома, да, так называемый геморроз. Вот это тоже геморрагический синдром. Здесь тоже вы видите на голени и стопе у пациента, да, тоже геморрагические высыпания. Я думаю, сейчас вам пока еще сложно определить, что это за высыпания, при каких заболеваниях они встречаются. Ну вот как раз задача нашей лекции в том, чтобы разобраться в этом, и вы могли сориентироваться, да, в плане диагностики больных с геморрагическим синдромом. Да, вот здесь тоже смотрите, да, геморрагический синдром, да, то есть это обычный химоз у пациентки. Вот это вот тоже геморрагический синдром, это более тяжелое проявление, тоже вы видите, да, пациент находится, так скажем, на искусственной вентиляции легких. Итак, посмотрели несколько фотографий, да, с геморрагическим синдромом. А теперь основное, да, что касаемо дифференциального диагноза геморрагического синдрома, то лежит в основе диагноза это определение типов кровоточивости. Это то, что мы можем увидеть у больных клинически при осмотре. Выделяют всего пять типов. Это гематомный тип, петохиально-пятнистый, да, он еще называется по-другому синячковый, либо микроциркуляторный. Следующий это смешанный тип, далее воскулитно-пурпурный и ангиоматозный. Вот наша сегодняшняя задача как раз разобраться, чем характеризуется каждый тип кровоточивости и при каких заболеваниях встречается. Итак, первый. Первый это гематомный тип кровоточивости. Сразу озвучиваю, что в основе данного типа лежит такое понятие, как уаглопатия. То есть это в основном связано, да, при, связано с недостаточностью факторов свертывания. Чем характеризуется? Это длительное кровотечение, кровоизлияние мышцы, суставы, гемортрозы. Также могут быть кровоизлияние фасции, полостные кровоизлияния, головной мозг. И, как правило, эти кровотечения, они возникают спартанно, то есть без особых причин. Если мы таких пациентов посмотрим к уголограмму, то основной показатель, который будет изменяться. Это показатель АЧТВ и время свертывания, да, они будут у нас удлиняться. Вот смотрите, проявление гематомного типа кровоточивости, да, при гемофилии. Мы видим кефалогематому, да, у ребеночка, да, после родов. Видим гемортроз, да, локтевого сустава, да, а также видим огромную гематому межмышечную, тоже у ребенка, да, то есть в основном здесь представлены дети. Почему? Чтобы вы запомнили, что это наследственный геморрагический диатез, да, возникающий с детского возраста. Кроме того, гемофилия, да, это врожденная наследственная коаглопатия. Выделяет несколько видов гемофилии. Это классическая гемофилия, когда имеется дефицит восьмого фактора, да, он называется антигемофильный глобулина. Гемофилию Б выделяют, это болезнь Кристмана, дефицит девятого фактора, гемофилия С, вот, и к врожденным же коаглопатиям относится болезнь Вилебранда, но о ней поговорим позднее. Вот, о болезни Вилебранда мы поговорим позднее. Наиболее часто встречается, как здесь представлено, это классическая гемофилия, ну и совсем редко это гемофилия С. Кроме того, да, мы говорим о том, что бывает и приобретенная коаглопатия. Какие причины развития данных видов коаглопатии? Их, ну, в принципе, достаточно много, да, вот некоторые представлены на слайде, да, это кровотечение с массивной кровопотерей, потому что теряются также факторы свертывания. Иногда встречаются такие состояния, когда образуются ингибиторы к факторам, например, 8-9 у пациентов, страдающие гемофилии, да, то есть ингибиторы, чтобы вам было понятно, это, по сути, по сути, антитела, да, к факторам, да, в данном случае фактор, который вводится извне. Иногда такое встречается у больных, у которых нет гемофилии, да, когда образуются ингибиторы к различным факторам, например, фибриногену, фибрину, 7-му фактору, 10-му. Следующий момент, когда развивается привлечение коголопатии, это дефицит витамина К, да, это синдром, например, нарушенного кишечного всасывания, голодания, алкоголизм, прием антиконвульсантов, цифалоспоринов, да, также может быть при других состояниях. Следующий момент, это амилоидоз. Ну, что касаемо амилоидоза, да, за счет того, что в крови у нас имеется патологический белок, вот, тоже могут развиваться коголопатии с геморрагическим синдромом, хроническая почечная недостаточность. Также приобретенные коголопатии относятся ДВС-синдром. Ну, и, наверное, самая частая причина приобретенных коголопатий – это коголопатии при заболеваниях печени, да. Вот здесь представлены несколько механизмов развития коголопатии у больных с патологией печени. Во-первых, это снижение прогулянтной активности плазмы вследствие снижения синтеза в печени белков системы гемостаза, то есть, что значит, да, то есть в печени как раз у нас синтезируются факторы свертывания. Кроме того, мы можем увидеть тромбоциты пени у этих пациентов, да, вследствие развития, например, гиберсплинизма, вот. Ну, здесь представлены несколько еще других механизмов развития коголопатии у больных с патологией печени. Ну, в основном это как патология касаемо более тяжелых заболеваний, да, например, таких, как цирроз печени, вот, рак печени и так далее. Следующий тип кровоточивости, да, это петухиально-пятнистый. Синячковый, я сказала, называется он еще микроциркуляторный. Характеризуется тем, что у больного имеется тромбоцитопения или тромбоцитопатия. Высыпания, которые бывают при данном типе кровоточивости, они несколько отличаются от предыдущих, да, то есть здесь они точечные, называются такие высыпания петехи диаметром 1-2 миллиметра. Кроме того, при данном типе бывает кровотечение из слизистых оболочек, да, это ротовой полости, носовой полости, желудочно-кишечного тракта, маточной, ну и также возможно развитие кровоизлияния в головной мозг. Основной показатель, который здесь изменяется у больных в коголограмме, это время, либо длительность кровотечения, да, она увеличивается. Это тот показатель коголограммы, который характеризует тромбоцитарное звено гемостаза. Вот смотрите, да, основное заболевание, которое проявляется данным типом кровоточивости, это аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура. Вот петехи в ротовой полости, петехи на нижних конечностях, да, и вот и кхимозы. Тромбоцитопения, да, о которых мы сейчас говорим, да, они могут быть также врожденные и приобретенные. Вот, врожденные тромбоцитопения нередко сочетаются с тромбоцитопатиями, например, такой синдром, как Вискотта-Олдрича. Кроме того, чаще всего, да, развиваются приобретенные тромбоцитопения. Они характеризуются тем, что имеется подавление мегакариоцитопоэза в костном мозге. Это, например, может быть, что? При лейкозах, при аплазии костного мозга, когда имеется метастазы опухоли в костный мозг, когда у больных развивается, например, B12 дефицитная либо фолио-дефицитная анемия. Кроме того, тромбоцитопения могут быть при повышенном их разрушении. Да, иммунная тромбоцитопения, да, это когда образуются антитела к собственным тромбоцитам или, например, при таком состоянии, как гиперсплинизм. Кроме того, да, вы знаете, что тромбоцитопения могут вызвать лекарственные препараты, цитостатики, например, тиозидовые диуретики. Ещё одним видом тромбоцитопении является тромбоцитопение потребления, да, тромбоцитопение потребления. И не надо забывать, что инфекционные заболевания тоже могут сопровождаться развитием тромбоцитопении. В данном случае речь идёт о ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитах. Очень, как бы, в практике, да, может пригодиться такое понятие, как критическое число франка. Что это за число такое? Это когда мы определяем количество тромбоцитов менее 50 на 10,9 степени литра. Что это значит? Если вы видите у больного клинические проявления геморрагического синдрома, да, именно петахиальное, петнистого типа кровоточивости, то в данном случае у пациента в общем анализе крови количество тромбоцитов менее 50. Вы можете даже, так скажем, не делать анализ крови, да, чтобы знать, да, что если у больного имеются петехи, значит количество тромбоцитов у него менее 50. Да, при норме 180-360. Мы говорим ещё и о тромбоцитах-патиях. Они могут быть врождённые также и приобретённые. Из врождённых наиболее часто встречается болезнь Бернера Сулье, да, когда имеется дефицит гликопротеина 1b. Кроме того, может быть дефицит гликопротеина 2b, 3a, да, это всё может привести к тромбоцитопатии, то есть это состояние, когда нарушается функция тромбоцитов, то есть их адгезия, агрегация, да, вот то же самое происходит при болезни Виллибрана, да, так тоже развивается тромбоцитопатия. И тромбоцитопатии могут приобретённые, ну, чаще всего, вот с чем вы сталкивались, это лекарственные тромбоцитопатии, да, когда мы применяем антиагреганты, да, например, при приёме аспирина, да, может быть нарушение функции тромбоцитов, но в практике это используется с положительным, так скажем, эффектом, да, например, при лечении ишемической болезни сердца. Вот, ну и при сахарном диабете тоже может быть тромбоцитопатия. Следующий тип – это смешанный тип кровоточивости, когда мы видим у больного коглопатию в сочетании с тромбоцитопенией или тромбоцитопатией. Характерное кровозлияние и кровотечение как для первого, так и для второго типов кровоточивости. В коглограмме в основном изменяется длительность кровотечения и АЧТВ. Какие заболевания сопровождаются данным типом кровоточивости? Ну, чаще всего это болезнь Вилебранда, ДВС-синдром и также перетерозировка антикоагулянтов. Вот смотрите, да, вот я вам показывала уже эту фотографию, да, здесь мы видим, что больного в тяжелом состоянии с выраженным геморрагическим синдромом, так вот этот больной был с чем-то ДВС-синдромом. Да, а внизу вот мы представим фотографию, да, где показано одно из частых проявлений болезни Вилебранда, да, это носовые кровотечения. Следующий тип кровоточивости – это воскулитный, пурпурный тип. Причина, по которой развивается данный тип кровоточивости – это воскулит, да, чем характеризуются эти высыпания, которые бывают при геморрагическом воскулите, например, да, это популезные высыпания, мелкопетнистые, да, они не исчезают при надавливании, а также являются симметричными. Наиболее часто они локализуются вокруг суставов, предплечья, ягодицей. Кроме того, при этом состояние развивается некроз в центре высыпания, да, и пигментация после разрешения элементов. В коглограмме при данном состоянии изменений нет. Почему? Потому что в основе данного состояния мы говорили, да, это что воскулит, да, то есть асептическое воспаление сосудистой стенки, изменение факторов свертывания, да, тромбоцитов у этих больных отсутствуют. Ну и наиболее часто встречается это тип кровоточивости при воскулите шляги ноха, да, либо это могут быть геморрагические лихорадки, ну и другие иммунные воскулиты. Вот смотрите, как выглядит изменение на коже у больных геморрагическим воскулитом, да, это нижняя конечность, это высыпание на пояснице, вот мы видим на локтях, да, они носят, что сливной характер. Вот как раз речь идет о данном типе кровоточивости. Ну и последний тип, это пятый, ангиоматозный, в основе данного типа кровоточивости лежит, что вазопатия. Основный элемент, основной элемент, который появляется на коже у этих пациентов, это телеангиоктазия. Это мелкие узловатые сосудистые образования вследствие истончения базальной мембраны мелких кровеносных сосудов. Чаще такие высыпания мы видим, где полости рта, носоглотки, пищеводи, а также на коже, верхней половине туловища, да, то есть это могут быть на лице, на верхнем конечностях, на груди, на спине. Они очень легко кровоточат при повреждении, да, именно этого элемента, да, именно при повреждении телеангиоктазии. И очень сложно кровотечение останавливается. В коглограмме при данном типе кровоточивости тоже никаких изменений нет. И понятно, да, почему? Потому что в основе процесса лежит, что изменение сосудистой стенки. Ну и основное заболевание, да, при котором бывает данный тип кровоточивости, это болезнь Рандио-Ослера. Вот смотрите, в самом начале я показывала, да, это как раз вот они элементы телеангиоктазии, да, вот тут даже на языке у пациента есть, на губах, да, это болезнь Рандио-Ослера. Ну а далее мы с вами поговорим о частных случаях заболеваний, да, которые встречаются с геморрагическим синдромом. И первое, с чего мы начнем, это гемофилия. Что такое гемофилия? Ну, я думаю, вы неоднократно уже сталкивались с этим заболеванием, да, начиная, наверное, со школы, когда изучали генетику. Ну вот, ну сейчас мы тоже вспомним уже несколько в другом аспекте. Гемофилия – это наследственное нарушение гемостаза. Оно сцеплено с хромосомой и которое характеризуется недостаточностью одного из факторов свертывания. К крови. А также у этих пациентов имеется склонность к кровотечениям и кровозлияниям вследствие вот этой недостаточности. История появления гемофилии, да, она уходит далеко в старину. В те времена она была широко распространена в обществе гемофилии, да, особенно в царских семьях Европы и России. Целые династии венциносных особ мужского пола страдали от гемофилии. Отсюда и произошло название или термины такие, да, как гемофилия – это венциносных, да, то есть венциносность, значит, коронованных особ или царская болезнь. Примеры достаточно хорошо известны. Например, гемофилией, ну, не болела, а носителем являлась королева Виктория, передавшая ее по наследству своим потомкам. Ее же праправнуком, королевы Виктории, да, был русский царевич Алексей Николаевич, сын последнего императора России Николая II. Вот он как раз и получил наследство от матери своей, да, эту царскую болезнь. Впервые как бы в литературе, в научной, этот был описан случай кровоточивости в 1803 году американским исследователем Джон Кондрадом Оттом. Он проследил три поколения женщин, которые болели вот этой склонностью к кровоточивости с 1720 года. Кроме того, термин гемофилии, он был введен в 1828 году немецким физиологом Хопфом. Известность эта болезнь обусловлена тем, что она, еще раз повторяю, да, поражала королевский род Англии. Какие встречаются виды гемофилии? Во-первых, это гемофилия А, я уже говорила, да, классическая, В и С, да, то есть не хватает в первом случае фактора восьмого, В это девятого, С это одиннадцатого фактора. Очень важно определить степень тяжести гемофилии. Почему? Потому что от этого зависит клиника, да, которую мы можем наблюдать у наших пациентов. В норме количество фактора 50-200% в сыворотке крови, так вот наиболее часто встречается все-таки тяжелая форма гемофилии, когда уровень фактора до 1%, ну, если можно так говорить, его нет совсем. У таких пациентов геморрагический синдром проявляется в раннем детском возрасте, то есть с самого рождения. Характеризуется посттравматическими спонтанными кровоизлияниями суставов, мышц и внутренние органы. Вот, сразу после рождения мы можем у таких деток увидеть кефалогематому, милену и длительное кровотечение из пуповины. Средне-тяжелая форма, да, это когда уровень фактора от 1 до 5%. Он, значит, данная форма, она характеризуется проявлением болезни в дошкольном возрасте, то есть это где-то с 4-6 лет и позже с умеренно выраженным геморрагическим синдромом. Эти симптомы, да, они такие, как геморроза, у этих пациентов наблюдаются значительно реже, чем при тяжелой форме. И еще это заболевание характеризуется тем, точнее, эта форма характеризуется тем, что возможно обострение, да, от 2 до 3 раз в год. Легкая форма – это когда уровень фактора более 5%. В принципе, такие пациенты, они могут прожить всю жизнь, и даже некоторые не знают, что болеют данным заболеванием. Да, когда, например, уровень фактора, ну, близко к норме, там 40%, 30%, да, вот. У этих пациентов возникает кровотечение только после какой-то значительной травмы или значительных операций. Вот здесь опять же представлена клиника, о которой мы говорили, да, это геморроз, вот, кефалогематома, вот, и как следствие клинических проявлений, таких как геморроза, у больных развивается гемофилическая артропатия, да, вот, когда имеется выраженная деформация суставов. Ну, и как исход, да, это образование анкилозов, да, здесь вот как раз представлен артроз суставов, да, 3-4 стадии. Диагностика гемофилии, она основана, во-первых, на определении типов кровоточивости, да, что это гематомный тип кровоточивости. Кроме того, имеет значение генеалогические данные, да, то есть вы должны выяснить, кто в семье еще болеет или болел гемофилией у вашего пациента. А также это исследование коглограммы, где мы определяем снижение активности факторов свертывания и удлинение активированного частичного тромбопластинного времени, да, ЧТВ. Все, в принципе, этого достаточно для диагностики гемофилии, а вот что касаемо лечения, да, в настоящее время большинство пациентов получают заместительную терапию адекватную, да, то есть это применение факторов свертывания. Да, вот, например, название, какие есть факторов свертывания крови, 8, гемофил, М, иммунат, да, октанат и другие. Кроме того, на слайде представлена формула расчета дозы восьмого фактора свертывания крови с лечебной целью. Чтобы было понятно, объясню, да, то есть эта формула используется, когда нам необходимо ввести лечебную дозу фактора. В основном этот расчет идет при каких-то вмешательствах, да, хирургических, при тяжелых травмах, да, то есть если пациенту нужно провести оперативное вмешательство, то тогда мы рассчитываем количество факторов по этой формуле. Здесь доза достаточно выше, чем мы используем с профилактической целью. Да, вот она представлена, эта формула, да, здесь, о чем каждый, так скажем, вот цифра, буква говорит, да, сейчас мы скажем, да, это х, что такое? Это доза фактора свертывания восьмого, да, для однократного введения, да, то есть мы хотим вот как раз ее и рассчитать. Необходимая для расчета масса пациента в килограммах, процент желаемого уровня фактора, например, чтобы сделать оперативное вмешательство, мы знаем, что уровень фактора должен быть более 50%, то есть норма, да, как у здорового человека. Да, вот эта цифра у нас будет, допустим, 50-60, это уже как решит доктор, да, оперирующий. И следующий момент – это, что КП, да, это исходный уровень фактора базовых кровей. Но здесь, в принципе, он, так скажем, при тяжелой форме мы не учитываем этот показатель, да, при средней и легкой форме, да, у нас вот этот П, да, будет, например, там 10%, 20% – это тот показатель, который есть у пациента в плазме крови, да, всю его жизнь. Здесь вот представлена форма расчета девятого фактора, да, отличается только коэффициентом, да, если там был коэффициент 0,5, то здесь 1,2. Тоже учитывается масса больного, процент желаемого фактора и исходный уровень факторов в крови. Кроме того, да, кроме заместительной терапии, влечение имеет большое значение – это купирование болей при гемофилии, да, учитывая то, что большинство обезболивающих препаратов пациентам противопоказано, да, потому что они влияют на агрегацию тромбоцитов, в основном используются наркотические анальгетики. Третий момент в лечении, да, это оперативное лечение суставов. То есть больным в настоящее время проводят эндопротезирование, когда мы видим четвертую стадию артроза, да, то есть когда имеется полное сращение суставных поверхностей. И четвертое – это профилактическое лечение, да, по сути оно направлено на перевод тяжелой формы гемофилии в средне-тяжелую, достигнув минимального уровня фактора более 2%, а в некоторых случаях более 5%, да, то, что вот мы с вами говорили о заместительной терапии. Следующее заболевание, о котором мы с вами поговорим, это болезнь Вилебранда. Болезнь Вилебранда также относится к наследственному заболеванию, да, к наследственному геморрагическому диатезу. И возникает следствие нарушения функции фактора Вилебранда. Это заболевание наследуется под особо доминантному типу наследования, да, характеризуется смешанным типом кровоточивости, да, характерны как внутрикожные, подкожные кровоизлияния, носовые, маточные. Очень редко у этих больных встречаются гемортрозы, межмышечные гематомы. Тоже вот несколько исторических фактов о этом заболевании, да, то есть описал его в 1924 году впервые финский доктор Эрик фон Вилебранд. Благодаря тому, что доктор столкнулся с необычным клиническим случаем, да, он как бы отследил семью одной пятилетней девочки. У нее и ее сестер была замечена склонность к часто возникающим кровоизлияниям в кожной покрове и слизистой. Девочка, которая впервые была осмотрена доктором в пять лет, страдала от массивных кровопотерей гемортроза. Кроме того, у нее были кровотечения после удаления зубов, например. И эти кровотечения, как правило, всегда составляли угрозу ее жизни. Умерла эта девочка, да, то есть с пяти лет вот он ее наблюдал, а четвертый в жизни менструации, да, в возрасте 13 лет. А вот летальный исход у ее сестер еще раньше наступил в возрасте 3-4 лет. Финский доктор, да, финский врач, он сумел отличить от клинических случаев от уже всем известной гемофилии, назвал недуг врожденной псевдогемофилией или конституциональной тромбопатией. А уже несколько позже ученые из США не смогли выявить истинную причину такого заболевания. И, то есть, отсутствие определенного белка, и назвали его в честь данного ученого, да, фактором фон Вилебранда. Что же это за фактор такой, да? У фактора Вилебранда имеются две основные функции. Во-первых, этот фактор способствует адгезии тромбоцитов и образованию тромба в месте повреждения сосуда. Поэтому при его недостаточности развивается такое состояние, как тромбоцитопатия, да, то есть нарушение адгезии тромбоцитов. Кроме того, фактор Вилебранда, он образует комплекс с антигемофильным фактором 8, да, то есть защищает его от преждевременной протеолитической инактивации, доставляет и создает высокую концентрацию в области повреждения. При отсутствии фактора Вилебранда, соответственно, нарушается функция и восьмого фактора, да, то есть снижается его активность. Вот как раз мы говорим о втором, о второй причине типа кровоточивости, да, у коагалопатии. Чем же болезнь Вилебранда отличается от гемофилии, да? Она встречается с одинаковой частотой как у мальчиков, так и у девочек, и при болезни Вилебранда значительно увеличивается все-таки длительность кровотечения, да? При гемофилии этот показатель не нарушен, да, то есть не изменен. Диагностика болезни Вилебранда, она основана на определении, да, повторимся еще раз, длительности кровотечения, также определяется адгезия тромбоцитов, низкий уровень фактора Вилебранда, кроме того, снижение активности восьмого фактора, не забываем о том, что количество тромбоцитов при данном заболевании, оно остается в норме. И время свертывания, и АЧТВ тоже в норме. Выделяем несколько типов. Это первый тип, когда имеется так частичный количественный дефицит фактора Вилебранда. Второй тип – это качественные дефекты, да, то есть когда нарушается функция этого фактора, да, независимо от того, насколько его в крови, да, как правило, количество его не изменяется. И третий тип, самый тяжелый по течению, это полное отсутствие фактора Вилебранда в крови. От этого, от типов зависит у клиническая картина. Да, при полном отсутствии факторов в крови мы можем наблюдать клинику, схожую с клиникой гемофилии. И учитывая тот момент, что как мужчины, так и женщины болеют одинаково, то мы можем даже у женщин встретить вот как раз такие проявления клинические, как гемоартрозы, межмышечные гематомы, вот, как при гемофилии. И тот случай, в котором мы говорили, да, который впервые был описан фон Вилебрандом, да, он как раз, скорее всего, что и описан был у девочки именно с третьим типом болезни Вилебранда. В лечении сложности обычно не возникает. Почему? Потому что в настоящее время синтезирован препарат, который содержит в своем составе фактор фон Вилебранда в сочетании с фактором свертывания 8. Ну вот у нас сейчас в практике чаще всего используется препарат, который называется Вилатэ, или вот еще бывает гематэпэ. Опять же, эти препараты используют как заместительную терапию. Кроме того, крипрецепитат применяется, свежезамороженная плазма, тронексановая кислота, этамзилат, ну и местные используем гемостатические губки. Хочется еще отметить то, что заместительная терапия, профилактическая, она проводится у пациентов в основном с третьим типом болезни фон Вилебранда. Два других типа, да, при двух других типах мы все-таки используем вот эту терапию только по требованию. Что это такое? Если нужно, например, зуб удалить пациенту, да, то мы тогда можем применять вот все вот эти препараты, которые здесь представлены. Вот потому что в обычной жизни, как правило, этого не требуется. Следующее заболевание, о котором мы поговорим, это аутоиммунно-идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, болезнь Верльгофа. Это геморрагическое заболевание, которое обусловлено уменьшением количества тромбоцитов, вызванное усиленным их разрушением. Ну, само название заболевания говорит о том, что тромбоциты разрушаются вследствие образования аутоантител. Видите клинические проявления какие, да? Это опять же петехи, петехиальное высыпание, синяки, да, или химозы на конечностях, да, тоже характеризуют вот петехиально-синяческовый тип кровоточивости. Впервые данную болезнь в 1735 году описал немецкий врач Пауэль Готлиб Верльгоф. И в дальнейшем эта болезнь была названа в его честь. В гематологической практике это заболевание в 40% случаев является причиной геморрагического синдрома. То есть это достаточно распространенное, нередкое заболевание. Чаще все-таки болеют женщины молодого возраста, так же как и всеми другими аутоиммунными заболеваниями. Тип кровоточивости мы говорили, это петехиально-петистый, возможно кровотечения носовые, издесень, маточные, желудочно-кишечные кровотечения. Так же может быть убавленная гематурия, но в крайнем случае конечно геморрагические инсульты. При данном заболевании определяются позитивные пробы на резистентность капилляров, такие как пробы жгута, баночная, пробы инъекции, щипка, пальпации, молоточка. Вот здесь в верхних слайдах представлена проба щипка, после того как больного ущипнули, образовалось что-то, и химоз образовался. А здесь вот проба жгута. Или она еще называется манжеточная проба. Проводится она при геморрагическом синдроме, как правило всегда. Для этого мы берем манжетку, накачиваем до 100 мм втутного столба в течение 5 минут. Вот здесь нарисовано на схеме. А дальше оцениваем результат. Нам надо найти участок диаметром 5 см и посчитать количество петехий после проведения пробы. Проба считается положительной, если вы насчитали в поле зрения более 10 петехий, петехиальных высыпаний. Отрицательный результат, если менее 10. Кроме того, в диагностике пурпуры идиопатической используют обычные дополнительные методы диагностические. Это общий анализ крови, где мы определяем количество тромбоцитов. Коголограмма, не забываем о том, что имеется удлинение длительности кровотечения в данном случае. Кроме того, снижение ретракции кровяного сгустка. Время свертывания крови, АЧТВ в норме. И еще очень важным диагностическим критерием является проведение стернальной пункции. В мейлограмме мы увидим увеличение раздражений мегакариоцитарного ростка, что объясняется механизмом обратной связи. Если в крови мало тромбоцитов, то, соответственно, костный мозг начинает продуцировать в увеличенном количестве. Лечение данного заболевания, аутоиммунного заболевания, оно основано на применении, в первую очередь, глюкокортикостероидов. Дозы преднизолона, они как бы стандартные, 1-2 мг на килограмм в сутки, до нормализации показателей крови с постепенной отменой. Понятно, что в крови мы контролируем количество тромбоцитов. Не забываем о применении гемостатической терапии. Это тронексамовая кислота, это мзилат. Мест на губки гемостатические мы можем использовать. В тяжелых случаях применяется иммуноглобулин антирезусный и моноклональные антитела. Препарат такой есть, который содержит моноклональные антитела, это ретуксимаб. И вторым этапом лечения, это хирургическое лечение с пленоктомией. Удалив селезенку, мы предотвращаем усиленное разрушение тромбоцитов в этом органе. И они циркулируют в крови, то есть функцию свою выполняют. Следующее заболевание, о котором хотелось бы поговорить, это геморрагический воскулит, болезнь ленгиноха. Это системное заболевание, асептическое воспаление сосудов микроциркуляторного русла с преимущественным поражением кожи, суставов, желудочно-кишечного тракта и почечных клубочков. И в зависимости от этого уже выделяют несколько форм. Это кожная форма, кстати, на фотографии представлена. Кожная форма, мы с вами уже говорили, чем характеризуются элементы при воскулитном пурпурном типе кровоточивости. Далее может быть кожно-суставная форма, абдоминальная, почечная, ну и смешанная. Это заболевание впервые было описано в 1837 году известным немецким врачом Джоном Лукасом Шенлейном. Описал он анафилактическую пурпуру. А вот в 1874 году также это заболевание описал его соотечественник Эдерогенрик Генох. И в дальнейшем это заболевание так и характеризует, так и названо в честь этих двух ученых, врачей. Это геморрагический воскулит Шенлянгеноха, а за рубежом это заболевание называют пурпурой Шенлянгеноха. Клиника, да, мы с вами еще раз, так скажем, опишем эти высыпания, да, чтобы запомнить. Это геморрагические высыпания на коже, мелкопетистые, популезные, да, они характеризуются симметричностью, возникают вокруг суставов, на разгибательных поверхностях, имеют небольшие зоны некроза в центре высыпания. А также после разрешения, да, мы видим, что эти высыпания исчезаются, и на их месте остаются пигментные пятна. Диагностика данного заболевания, она основана на, во-первых, на том, что мы делаем общий анализ крови, где мы видим неспецифические признаки, да, умеренного воспаления, это ликоцитоз, повышение соя, в анализе мочи может быть гематурия, протеинурия, цилиндуреи, когда имеется поражение почек. Далее, что биохимический анализ крови мы делаем. Большое значение имеет результаты коглограммы. Мы не находим никаких изменений, да, это очень важно в плане диагноза, например, с теми же самыми петхиальными высыпаниями. И в тяжелых случаях, да, если диагностических случаях, да, если все-таки доктор затрудняется в постановке диагноза, больному проводят биопсию кожи. Лечение включает в себя проведение плазмофереза, пульсотерапию, метилпринезалоном, циклофосфаном. После проведения пульсотерапии обычно означают пренезалом таким быцентом достаточно долго. Дозы такие же, да, то есть 1-2 миллиграмма на килограмм веса в сутки. И в данной ситуации обязательно использование антиагреганты, антикоагулянты, да, с целью улучшения микроциркуляции и восстановления кровотока. Следующее заболевание, о котором мы с вами поговорим, это болезнь Машковица. По-другому она еще называется тромботическая тромбоцитопеническая пурпура. Основа болезни составляет резкое повышение агрегации тромбоцитов с образованием тромбоцитарных тромбов, которые состоят из тромбоцитов и факторов фон Вилебранда. Все эти тромбы находятся в мелких сосудах большинства органов. В первую очередь поражается головной мозг, почки, легкие. И потребление тромбоцитов для образования тромба приводит к тому, что мы видим в периферической крови – тромбоцитопению. Кроме того, это заболевание характеризуется тем, что сужение просветов сосудов вызывает микроангиопатическую гемолитическую анемию, то есть когда происходит механическое разрушение эритроцитов. В 1924 году на заседании Нью-Йоркского патологического общества американским клиницистам и патологам Элли Машковиц было сделано сообщение об истории болезни 16-летней девочки. Статья с описанием острой болезни с лихорадкой, анемией, эпитехиями, развитие мышимического инсульта, острой левожелудочковой недостаточности, а затем выявление множества гиалиновых тромбов в терминальных артериолах. Этот случай был описан в журнале в 1925 году. И болезнь получила название болезнь или синдром Машковица. Клиническая картина. Характерно классическая пентада. Да, это тромбоцитопения, часто тяжелая, микроангиопатическая гемолитическая анемия, неврологические нарушения, поражение почек и лихорадка. Что касаемо диагностики данного заболевания, то выделяют диагностическую диаду. Это то, что нам помогает подозрить и диагностировать данное заболевание. Во-первых, это тромбоцитопения в крови и микроангиопатическая неиммунная гемолитическая анемия. Неиммунная мы уже говорили о том, что эритроциты разрушаются вследствие изменения в сосудистой стенке. Лечение данного заболевания – это достаточно сложный процесс. И в принципе, как бы лечение относится к неотложным состояниям это заболевание, потому что необходим принцип молниеносного реагирования. То есть терапию надо начинать незамедлительно. Если мы потеряем время, то больной, как правило, погибает. Желательно в течение первых же суток вводим больному свежезамороженную плазму. 40-60 мл на килограмм массы в сутки. Приблизительно при весе больного 60 кг объем составляет 2400-3600 мл в сутки. Следует проводить инфузии больших доз свежезамороженной плазмы. Кроме того, в лечении включают глюкокортикостероиды, глюкокортикостероиды, антитромбоцитарные агенты, дезагреганты. И кроме того, проводят трансфузию эритроцитов. Что касаемо трансфузии тромбоцитов, как правило, введение тромбоцитов противопоказано. Потому что, если мы введем тромбоциты, опять же, все они уйдут на образование тромбов. Используют в лечении фолиевой кислоты. Ну и при развитии острой почвенной недостаточности гемодиализ. Следующее заболевание, о котором мы поговорим, это болезнь Рандиослера. Это генетически обусловленная наследственная телеангиоктазия. Вследствие истончения базальной мембраны мелких кровеносных сосудов. На слизистых, на коже. И характеризуется тем, что они являются источником обильных и труднокупируемых кровотечений. Заболевание было описано на рубеже 19-20 веков. Сразу тремя исследователями. Анри Рандю, Вильям Остлером и Фредериком Парксом Вебером. Поэтому мы можем встретить и такое название заболевания, как болезнь Рандю, Остлера, Вебера. Вот, еще раз показываю. Вот они, телеангиоктазии, которые образуются у пациентов с данным заболеванием. Эти телеангиоктазии, вот здесь представлено, как выглядит препарат под микроскопом. Мы видим расширение сосудистой стенки вследствие нарушения ее строения. Чаще это слизистая оболочка полости носа. Там на приблизительно 93% пациентов мы можем увидеть телеангиоктазии. А также кожа лица, ушей, слизистая оболочка губ, языка, туловище, желудочно-кишечного тракта, глотки. Иногда мы видим даже на конъюнктиве глаза. Да, у больных телеангиоктазии. Диагностика, она включает в себя, во-первых, общий анализ крови. Что мы можем найти у этих пациентов? Это в основном железодефицитная анемия. Коголограмма нормальная. Обязательно проводится фиброгастродуаденоскопия, компьютерная томография, бронхоскопия. Ну и также можем провести биопсию кожи, потому что только этот метод даст нам 100% уверенность в нашем диагнозе. Для диагностики используют критерия Курозауда при болезни Рандиослера. Это множественный телеангиоктазий на характерных участках, повторяющиеся спонтанные кровотечения, сосудистые поражения внутренних органов и семейный характер заболевания. Да, вот эти критерии, как правило, мы всегда учитываем для постановки диагноза. Что касаемо лечения, да, лечебная тактика при данном заболевании, она остается неясной. Одни авторы, они придерживаются консервативной терапии, другие применяют эндоскопическую коагуляцию пораженных участок слизистой оболочки. Однако при массивном и упорном кровотечении показано больным хирургическое лечение в виде, например, резекции желудка. Да, если слизистая желудка полностью поражена телеангиоктазиями, у больных возникают частые кровотечения. То есть, вот мы с вами, так скажем, разобрали несколько заболеваний с геморрагическим синдромом. И далее, вот подводя итоги, что бы хотелось отметить. Смотрите, при опросе больного с геморрагическим синдромом необходимо обратить внимание на следующие моменты. То есть, вы когда видите больного, что вы должны спросить у него, что выяснить? Во-первых, вы должны определить, что это приобретенный или наследственный характер заболевания. Уточнить сроки возникновения геморрагического синдрома. Давность, длительность, особенности течения. Когда появилась, в каком возрасте, в детском, в юношеском. Имело острое или постепенное развитие? Да, имеются ли рецидивы заболевания? Следующий момент, который вы должны уточнить при опросе обязательно. Это выяснить причины возникновения или усиления кровотечения. Локализацию. Очередность появления элементов сыпи. Изменение их окраски. Эффективность проведенного лечения. Оценить наличие кровотечений после операции травм. Минорагии, желудочно-кишечных и других кровотечений. Следующий момент. Это вы должны проанализировать наличие связи между появлением симптомов геморрагического синдрома и приемом лекарственных препаратов. Очень важно это, да, потому что очень много пациентов у нас применяют препараты, которые могут воздействовать на систему гемостаза, да. Такие, например, препараты, как аспирин, клопидогрель, да, и нередко у таких пациентов могут развиться и геморрагические осложнения. Кроме того, должны выявить, какие сопутствующие заболевания имеются, например, заболевания печени, лейкоз, травмы, шок и так далее. Вот. И в итоге выяснить преимущественную локализацию, тяжесть и тип кровоточивости обязательно. После того, как вы опросили пациента, да, обязательно мы проводим исследование гемостаза. Первое – это скрининг, да, то есть это то, что мы можем сделать очень быстро. И второй момент – это уточняющие уже исследования, уточняющие исследования. Вот. Более расширенные, да, это то, что требует определенных, так скажем, ну, не усилий, наличия определенных лабораторий, да, где возможны исследования, ну, большинства показателей коголограммы. Ну, а в некоторых случаях, да, например, при ДВС-синдроме мы должны все это делать одновременно. Скриннинговый тест, как правило, включает в себя определение время кровотеченности, кровотечения, количество тромбоцитов, определение АЧТВ, протромбиного времени, концентрации фибриногена, также наличие растворимых фибриномономерных комплексов додимера. Вот эти два последние, как правило, мы используем для того, чтобы диагностировать ДВС-синдром. А вот уточняющие этап, да, то есть это более расширенные уже коголограммы, которые мы используем, это те показатели, которые вот здесь представлены, это исследование агрегации тромбоцитов, фактор Вилебранда, да, определение факторов свертывания, количество их, да, ну и так далее. Так далее. Ну и в заключение лекции хотелось бы представить клинический случай, да, который вот мы наблюдали в областной больнице, когда в приемное отделение поступил мужчина в возрасте 41 года, да, он поступил по скорой помощи, то есть доставлен бригадой скорой медицинской помощи, и при осмотре он с трудом предъявлял жалобы на выраженную слабость, повышение температуры тела до 39 градусов, многочисленные высыпания на всем теле, затруднение движения, боли в кистях и стопах. Болен он был 3 дня. При осмотре состояние тяжелое, заторможенное, вопрос отвечает невнятно. Пульс 115 минут, давление 100 на 60. На коже множественные геморрагические высыпания, носящие сливной характер, кожа кистей стоп кончиков ушей и носа черного цвета. Вот здесь представлены вот эти фотографии пациента, да, которого мы видели, осмотрели в приемном отделении. Вот такие вот геморрагические высыпания сливного характера. Если вот присмотреться, то видно, что кончик носа, кончики ушей у пациента черного цвета. Кроме того, мы увидели, что конечности у него черные, да, имеются вот такие волдыри, но тоже попозже чуть-чуть появилось, да. На ногах тоже самое, да, поэтому ноги вот у него и забинтованы. Так вот, когда мы увидели такого пациента в приемном отделении, то как раз в данном случае был проведен дифференциальный диагноз. Дифференцировали два заболевания. Вот такие черные конечности могут быть у пациентов с болезнью мошковица, да, вследствие периферических тромбозов, да, и поражение сосудов микроциркуляции. Именно так выглядит больной, да, с болезнью мошковица. И второе заболевание, которое рассматривали в качестве вероятного, это геморрагический воскулит. Почему он тоже здесь звучал? Потому что высыпание, да, сливной характер, признаки некроза тут более выражены. Кроме того, лихорадка, острое начало, да, то есть каких-то факторов, которые привели бы к таким изменениям, у больного выявлено не было. И вот для того, чтобы дифференцировать эти два заболевания, необходимо было сделать всего один анализ крови. Да, вот вы сейчас подумайте, да, какой, да, и я сейчас озвучу. Почему? Потому что, чтобы понять, да, надо вспомнить, как называется болезнь мошковицы, да, это тромботическая тромбоцитопеническая порпура. И одним из критериев является, что тромбоцитопения. Так вот, когда, вот здесь как раз нарискована эта схема, да, то есть если у больного тромбоциты снижены, то речь идет как раз о болезни мошковицы. А вот если тромбоциты нормальные, то в данном случае мы говорим о болезни шинлингеноха о геморрагическом воскулите. Так вот, у этого пациента количество тромбоцитов в крови оказалось нормальным. То есть болезнь мошковицы сразу же, что исключили, и больным был диагностирован геморрагический воскулит. Всего один анализ помог нам, да, определиться с диагнозом. В дальнейшем этот пациент, он находился на лечении в рематологическом отделении. В лечении заключалось проведение плазмофереза. Больному было проведено несколько курсов плазмофереза. Пульс-терапия глюкокортикостероидами, цитостатиками, большие дозы антиагрегантной терапии. И пациент полностью у нас выздоровел. Да, он выписался домой, ну, в удовлетворительном состоянии. Вот еще раз, да, чтобы запомнить. И, в принципе, на этом мы с вами лекцию заканчиваем. Надеюсь, да, что диагноз геморрагического синдрома теперь уже не вызовет у вас такого большого затруднения. Спасибо за внимание. До встречи на занятиях.